Экспресс-курс от признанных мастеров сцены. В Самаре завершила работу детская музыкальная академия Юрия Башмета. На гала-концерт приехал и сам маэстро. Талантливые музыканты из России, СНГ и Балтии приехали всего на неделю, чтобы услышать лучших исполнителей из разных стран, познакомиться с ними и учиться у них. Что из этого вышло, увидела Татьяна Пудова. Музыка звучит в окружении картин. Первым на сцену в мраморном зале художественного музея выходит виолончелист Никита Махов. Принимает участие в академии не в первый раз. Но для него это серьезный конкурс, ведь в зале находится маэстро Юрий Башмет. Мне очень нравится всегда, когда педагог сам показывает, как он видит то или иное место в произведении, дает какие-то советы и потом пробуешь и виден сразу прогресс. Неделю молодые исполнители учились в виртуозной игре на инструментах, занимались с именитыми педагогами, посещали мастер-классы, открытые уроки и творческие встречи. Мы первые, кто это начали и сделали. Это же в России такого не было. Мы начали и уже вошли в историю. А главное, результат реально. Как они горят этим делом, они приобрели смысл в жизни. По словам организаторов фестиваля, все музыканты проходят жесткий отбор, допускаются только лучшие. И вот уже третий год академия служит для молодых виртуозов прекрасной стартовой площадкой. Мы сейчас рассматриваем дальнейшее развитие проекта, потому что он не может стоять на месте, это однозначно. И у нас самая главная задача, чтобы как можно больше детей были в нем задействованы. Поэтому мы будем создавать условия, а наши дети будут показывать свои таланты. Детскую музыкальную академию планируют проводить не раз в год, а каждые три месяца. Татьяна Пудова, Вячеслав Потолский, Новости губернии.